Всем привет! С вами снова славный дружа обломов. Я торчу Деливери Клабу, обзор их приложения Деливери Клаб. Возможно, оно у кого-то еще не стоит, но я подумал, что делать просто обзор, типа муха не сидела на приложении для смартфонов, это будет, ну, по крайней мере, скучно. То есть для вас это будет реально скучно. Я буду вам рассказывать, а вот смотрите, вот есть приложение и оно работает. Оно просто работает, я не знаю, что еще про него сказать. Да, тут есть отзывы, да, тут есть рейтинги ресторанов, что еще про него рассказывать, я не знаю. Поэтому я попросил у Деливери Клаб, попросил у них разрешение сделать не просто обзор на их приложение, а сделать славный обзор. А уже для славного обзора я закажу еду через их приложение Деливери Клаб. Мы посмотрим, работает оно или нет, уходит через него заказ или нет. Значит, сегодняшний наш спонсор Деливери Клаб. Есть небольшой дискламер, он заключается в следующем. Деливери Клаб не имеет никакого отношения к моему мнению о том, что мне привезут. Это мой спонсор, которого я обожаю. Они клевые, сейчас я покажу, как работает их приложение. Но, они понятия даже не имеют, откуда я закажу. Это все лично моя тема. И когда они выступают спонсором, они даже не знают, собственно, откуда в следующий раз я буду заказывать. Так что, если что, то, ну вы поняли, это мое мнение, а не их. Ладненько, давайте включим, я отключу лопату Серегину. Господи, прости, какая огромная штуковина. Ладно, включаем приложение Деливери Клаб. Смотрим, что тут есть рестораны. Приложение автоматически по GPS, по положению вашего навигатора на карте определяется, где вы тусите. То есть, вам практически не нужно ничего забивать. Приложение само по GPS определит, где вы находитесь. Идем в пиццу. Есть у меня тут запланирован один обзорчик. И смотрим рейтинги ресторанов. У Чили Пицца рейтинг 94%, у Олеса 90%, два берега мы обзор делали, Лаки Пицца тоже, Пицца Роллу тоже. У Фазенды очень мало оценок, а вот у Пицца Рони минимальная сумма заказа 495 рублей и среднее время доставки 35 минут. Это, кстати, прикольно, здесь сразу видно, собственно, от какой суммы вы сможете себе сделать заказ и сколько вам это дело будет вести. Кликнем на Пицца Рони, сразу попадаем в меню, где мы можем напихать в корзину всякого. Идем в пиццу. Большую 36-сантиметровую пиццу. И закажем, например, ну, вегетарианскую мы заказывать не будем, давайте закажем Chicken Supreme за 649 рублей. Сразу же у нас все отображается, сразу же все ложится в корзиночку. То есть, ну, неудобно показывать на смартфоне, так что я подцеплю скриншотики того, что я делаю, уже сразу на экран. Возвращаемся из пиццы назад, идем в пасту. Тут же, само собой, мы заказываем спагетти карбонара за 250 рублей. Закуски. Что у нас с закусками? Картофель фри и, предположим, я даже не знаю, что такое заказать, крылышки фри за 295 рублей. Собственно, ассортимент у Пицца Рони небольшой, и я очень надеюсь, что это продиктовано тем, что они очень быстро доставляют, и у них все классно. Пиццы не самые, кстати, дешевые. Но у них на их официальном сайте, то есть, тут-то заказывать удобнее, потому что вы не сталкиваетесь каждый раз с разными интерфейсами непонятных сайтов. То есть, у вас тут всегда все выглядит одинаково. Так, напитки. Так вот, на официальном сайте Пицца Рони написано, что у них чуть ли не самые большие пиццы в городе, все идут от одного килограмма, и доставляют они супер быстро. То есть, у них одно место, где они делают пиццы, один район. Подход это правильный. То есть, тебе не говорят, типа, о, привет, парень, да, мы доставим тебе через 100 тысяч 500 часов. Ладно, напитки, пепси-кола, элефанта, окей. Пойдем в корзину. Вот как это все выглядит. Заказ на 1419 рублей. То есть, заказывать очень удобно. Тут внизу написано, что мы заработаем 141 балл. Это говорит нам о том, что мы получаем за каждый наш заказ, именно через вот это приложение, мы получаем определенное количество баллов, и за эти баллы мы потом можем либо заказать еду в рестиках, которые участвуют в этих акциях, типа, еда за баллы. Или мы можем получить какой-нибудь приз, я там видел, кто-то там утюг получил. Но, честно говоря, меня все это дело не очень сильно соблазняет. То есть, если мне привозят фигню, то мне как бы пофиг, что я еще теоретически когда-то могу через год выиграть утюг. Я себе и сам куплю утюг, если мне надо. Впрочем, еда за баллы, это абсолютно реальная штука. Ну, то есть, вы можете, хоп, там, получить какую-то бешеную скидку. Ладно, оформим заказ и посмотрим, сработает ли приложение Delivery Club, привезут ли нам что-нибудь. Потому что, когда я первый раз увидел это приложение, я такой испугался, типа, чего там, одни люди передадут заказ другим людям. Нет, на самом деле, насколько я понимаю, все это дело работает автоматически. То есть, ваш заказ уходит в ту же секунду. Сделаем заказ, посмотрим, перезвонит ли нам Пиццерони. Перезвонили нам где-то через 3 минуты, все подтвердили, однако доставка у Пиццерони... Я поражаюсь. Все пишут у себя на сайтах, что доставка у них осуществляется со супер короткое время. У них написано 35 минут. Они хвастаются этим на главной странице своего сайта. У нас доставка очень быстрая. У нас, значит, в каждом районе свой пункт выдачи, все дела. Однако, по телефону они называют час-полтора. Хотя пробок сейчас вообще не густо. Ну, посмотрим, я не знаю. Пока они везут, значит, посмотрим, что еще есть у нас в приложении Delivery Club. На главной страничке у нас есть вкладочки. Ну, тут первая вкладочка это еда. Вы можете посмотреть по разным типам, типа пицца, суши, пироги, шашлыки, выбрать себе что-то. Вторая вкладочка это продукты. Я не знаю, пользуется ли кто-нибудь данной функцией. Но тут можно заказать с доставкой фермерские продукты из разных мест. То есть, вы, например, можете заказать себе мясо для стейков. Ну, имеет место быть. А также третья вкладочка это акции. Здесь можно посмотреть текущие акции, которые сейчас вообще актуальны. На самом деле, эта функция прикольная. То есть, например, в Агасе сейчас при заказе от 1000 рублей идет Roll California Tobic. Маки в подарок. Осталось два дня до конца акции. А в Tokyo City при заказе от 1500 рублей пицца, пепперони тоже идет в подарок. Небольшое, кстати, небольшое замечание о подарках. Каждый раз, когда на сайте пишут, что есть какие-то, значит, там, подарки, то нужно все время напоминать, чтобы вам их привозили. Очень редко службы доставки, если им это не интересно, вспоминают о том, что у них какая-то акция по поводу подарков. Я даже не знаю, что еще сказать о приложении Delivery Club. Давайте посмотрим, что тут есть еще. А, вот, тут еще такая штука. Вы можете посмотреть, сколько вы накопили баллов. Вот, например, за этот заказ на 1400 с хреном рублей нам упало, по-моему, 140 баллов. И, например, можно из бытовой техники за 3000 баллов заказать фен, скорлетт, неплохой какой-то. За 4400 можно миксер. За 7000 какую-то зубную щетку. Ну, в общем, вы можете заказать там 10, 15, 20 раз. Если вы часто заказываете еду на большие компании, то очень скоро вы получите какой-то прикольный подарок. Хотя, на мой взгляд, это такая замануха, ну, я не знаю. Если мне захочется купить себе фен, я сам его куплю. У каждого свое. Такой, знаете, приятный, приятный бонус. Ладненько. Пицца Рони нам везет. Что доказывает? Следующее приложение Delivery Club. Ссылка на него в описании. Оно просто работает, и вы можете заказать через него еду. Оно само определяет, где вы сидите. Оно само подставляет ваш адрес. Вы отправляете свой заказ, вам перезванивают. Все. И вы не разглядываете разные дизайны и разные сумасшествия дизайнеров на официальных сайтах доставок. Оно просто работает. А, ну да, я же еще хотел кое-что такое сделать. Я хотел пойти в пиццу. Хотел найти пицца Рони. Я хотел посмотреть отзывы. Тут есть вкладочка отзывы. В среднее время доставки 35 минут. Посмотрим, посмотрим. Не знаю, насколько можно верить этим отзывам. Я всегда смотрю только отрицательные отзывы. Вот честно. Единственное, что меня напрягает, это то, что тут, походу, нельзя отфильтровать положительные отзывы и отрицательные. Слишком много положительных отзывов у пицца Рони. Возможно, они действительно очень круто делают. Быстро и вкусно. Вкуснейшая пицца. Много крыльев. Съели все, чуть коробку не захавали. Шикарные пиццы и очень быстро. Хочу выразить благодарность. Алло пицце. А, ну да, пицца Рони это бывшая алло пицца, походу. Точно я вспомнил. Ну, заказываю уже пять лет в Алло пицце. У них лучшее тесто. Теперь они переименовались в пицце Рони. Посмотрим. Разочаруют они нас или нет. Собственно, час десять. Час десять нам везли наш заказ. Ну, это на грани адекватности для доставки пиццы. Вот что я вам скажу. Потому что, ну, если везли еще чуть больше, я бы уже, честно говоря, офигел. Единственное, что мне непонятно, это зачем писать на сайте о доставке за 35 минут, выпендриваться тем, что у вас для каждого района свой пункт выдачи и всякое такое. Если вы везете час десять. Ну, я понимаю, чтобы призывать клиентов, как бы, но это, вы знаете, когда вам не говорили, что у них самая крутая доставка и привезли там за час. Вы такие, эээ, ну ладно. А когда вы на сайте, о, 35 минут. Тут одна машина, один заказ лично, значит, VIP эскорт, короче, для вашей пиццы, а в итоге везут час десять. Для пиццы это очень-очень долго. Так, значит, у Pepsi температура 10 градусов, это прекрасно. Pepsi ледяная. 10 градусов, это очень хорошо. О, наггетсов температура. Ой, у курылышек. 62 градуса, 58, 60. Реально, это горячо. Это хорошее, ну, очень-очень тепло, скажем так. Картошка соломкой. Ну, не фантастическая, но 58. Все горячее? Давайте посмотрим на пиццу. Так, что это такое, я забыл. А, это паста карбонара. Насколько я понимаю, салфеток тут кроме вот этой вот одной больше нет. Ну и ладно. А, не-не-не, вот еще салфеточки, вот. Вот еще в заказе были несколько салфеточек. Карбонара. Температура карбонары 53 градуса. Ну, она чуть поменее горячая. Но все горячее. Несмотря на доставку за час десять. Смотрим на пиццу. Ну, пицца, на мой взгляд, ничего такая. 50 градусов. Ну, 50 градусов это, ну, достойно. Итак, сейчас мы посмотрим, какой вес должен быть у пиццы. Мне очень интересно. Я посмотрю, сколько она стоит. Пицца у нас стоит 700 рублей. Правда, они говорят, что все их пиццы весят больше килограмма. Но 699 рублей, 700 рублей, на мой взгляд, для пиццы это... Это реально, блин, много. Посмотрим, насколько правда, что она должна весить больше килограмма. Я не совсем могу понять, почему эта пицца стоила нам 699 рублей. Хотя у них на сайте написано, что она должна стоить 649. 700 рублей за пиццу это огромные деньги. Но, судя по громовкам, она должна весить 1300 грамм. Я очень надеюсь, что она столько и весит, потому что 700 рублей за пиццу... Ну, и в Питере, конечно. Но это такой, знаете, максимум-максимум край вообще, сколько может стоить пицца. Так, 1249 рублей. Ну, понятно, недовес, но не критичный. Сейчас посмотрим, что там у нас. Давайте посмотрим на нее поближе. Начинка есть, все есть, но, понимаете, на некоторых кусках, посмотрите, вот на этот вот кусок. Вот здесь вот так вот можно отрезать, и все вот это будет просто корка. На пицце за 700 рублей, на мой взгляд, это не совсем приемлемо. Ну, вот смотрите. Причем это не те пиццы, у которых в корке еще запихивается сыр. И вот и получается, что если вы небольшой любитель корок, то отрезок вот так корки... Вы видите, во что превращается пицца за 700 рублей. Давайте попробуем. Хорошая, вкусная, сильно-сильно теплая пицца с нежным тестом, у которого, по-моему, не совсем пропечено внизу. Вот, видите? Тесто, я не могу сказать, что сейчас совсем пропечено во всех местах. Сыровато тут. Ну, для пиццы это приемлемо, но... Это хорошая, вкусная пицца. Тесто отличное, сделано пышно. Ну, понимаете, если отрезать у этой пиццы корки, то останется, что на 700 рублей, ну, два человека наестся. На мой взгляд, за 700 рублей хорошо бы, чтобы наедалось и три человека. А тут, если вы не любитель, жевать, как бы, булку. Но оно тут без вопросов. Булка вкусная. Ну, 700 рублей и час 10. Ну, не знаю. Я... Вы можете решить сами. Я не буду делать никаких вердиктов, потому что пицца реально вкусная, горячая. Но час 10 и 700 рублей. Недовес 50 грамм и гигантские корки. Нет, при этом в центре, посмотрите, в центре тут все есть. Как бы, начинка есть, даже какие-то кусочки курицы. Понимаете, когда привозят, ну, так, типа, что-то среднее, то очень тяжело дать какой-то вердикт, потому что ты такой, типа, ну, ничего. И когда вот происходит вот такой вот, ну, ничего, то ты начинаешь смотреть на ценник. А когда ты смотришь на ценник, то тут уже ты смотришь, типа, ну, ничего, за 450 рублей или за 700. И тут, ну, ничего, за 700 рублей. Я не знаю. Великоватые, конечно, корки для пиццы за 700 рублей. Вот честно. Хотя горячие. Давайте перейдем к крылышкам. Сейчас мы их взвесим, посмотрев, сколько они должны весить. Крылышки, которые стоили 295 рублей, выглядят вот так. И должны весить 290 грамм. Ну, собственно, вы все время жалуетесь, что я не взвешиваю коробку. 351 грамм они весят. Это перевес. Я люблю перевес. Отличные крылья. Как в... Очень похоже на крылья в KFC. Сделаны прекрасно, пропечены, достаточно горячие приехали. Все, что больше 50 градусов, это прекрасно. С перевесом. В пиццероне хорошие крылья. Их можно брать. Следующая у нас идет картошечка. Картошечка у нас стоила 145 рублей. И картошечка должна весить сколько? 250 там, да? 250 грамм. Пересыпаем. А вот недовесы картошки, вот я не понимаю. Я не понимаю недовесы картошки. Давайте попробуем. Не особо он, как бы, хрустящий, такой, ну, достаточно мягкий картофель. Я не понимаю, я понимаю, когда люди экономят на мясе или на рыбе для роллов. Типа, ой, там сэкономили 100 грамм рыбы, уже деньги. Но когда недовес идет у картошки, нет, впрочем, это за 145 рублей неплохая большая порция, как бы, можно наесться. Я не могу поставить откровенно минус, но вот крылья, если крылья меня действительно очень сильно порадовали, крылья у пиццеронии шикарные, то картошка, ну, такая. Карбонара стоила 250 рублей, должна весить 320 грамм. 287 грамм весит карбонара, даже с учетом маленькой алюминиевой коробочки. Это недовес. А 250 рублей за макароншки, это довольно дорого. Давайте посмотрим, сколько там вообще внутри бекона. Бекон есть, соус есть, ну, обычные макароны, горячие. Давайте попробуем. Все доварено, бекончик есть. Ну, что-то я все менее и менее терпимо отношусь к недовесу. Ну, это макароны за 250 рублей. Макароны с двумя полосками бекона, знаете, которые продаются в магазах. И это стоит 250 рублей. Ну, дороговато. Если я захочу заказать крылышки, картошки, кстати, по-моему, соли не хватает. Да, чуть не хватает. Берите в пиццероне крылышки. Серьезно. Порция большая, горячие, нормально. Пиццу я не знаю. Пиццы у них достаточно дорогие. Может, маленькие пиццы у них более выгодные. Понятия не имею. Карбонара. Хорошая карбонара, но стоит 250 рублей. Это не самая дорогая карбонара, не самая плохая. Тоже можно. Что можно подытожить? Пицца Рони. Ну, если бы они привезли за 35 минут, как у них обещано на сайте, я бы прям сказал вау, чуваки, вы большие молодцы. И как бы все бы это сгладилось. А так, ну, крылья буду у них заказывать. Самые лучшие, самая большая порция крыльев, которая вообще приезжала. Все приехало довольно горячим. Что же касается пиццы, крайне посредственно за 700 рублей. Гигантские корки. Все остальное, ну, так, нормально. Я напоминаю, что это был не обзор доставки, это был обзор приложения Delivery Club. Как вы увидели, как вы убедились, это приложение просто работает. Если хотите скачать себе такое, на досуге почитать отзывы о каких-то ресторанах, удобно заказывать из разных мест, не вбивая кучу данных, пожалуйста, качайте приложение Delivery Club. Ссылка на него в описании. А с вами был славный дружбомов. Кушайте много, кушайте вкусно. Заказывайте в пицце Рони Крылья. Ну, реально, 700 рэ. Ну, там, там явно себестоимость этой пиццы, я не знаю. ну, 100 рублей. Там тесто, как бы, курица, ну, давайте посмотрим, ну, черт его знает. Ну, неплохо, ну, вот смотрите, что отрезается по краям. Это реально булка. Просто булка. Ну, кусочки курицы есть. Да, даже вкусненько. Сыр есть. Ну, 700 рублей. Я не понял, что там, 50 рублей коробка, что ли, стоила? Ладно, с вами был славный дружбомов. Это был обзор приложения Delivery Club. Все в нем есть, оно работает. Всем пока. Небольшой посткриптум, как всегда, после того, как мы практически все съели. С одной стороны, на 1469 рублей, да, в пицце Рони можно наесться. А с другой стороны, я не совсем понял, и на приложении Delivery Club, и на сайте Пицца Рони написано, что пицца стоит 649 рублей. Однако, в чеке она приехала за 699. Вот и напрашивается вопрос, неужто 50 рублей стоит вот такая вот картонная коробка? Реально, полтинник она стоит, кусок картона? Другой вопрос, почему это сразу не было заложено в стоимость пиццы? Обычно, как бы, оно как-то заложено в стоимость пиццы. Это тоже достаточно странно. Ну и, конечно, тут штука в том, что если с этой пиццы отрезать корки, не все корки едят, то получается такая пицца, которая в некоторых местах стоит около там, 300 рублей. То есть, она реально вот так вот уменьшится на треть, и вы получите такую пиццу с нормальным количеством начинки, но которая в других местах может стоить 300 рублей. А тут она стоит 700. Вот так вот. однако огромный респект за крылья. Крылья просто огромная, превосходная порция, очень вкусные, пропеченные, в панировке, все дела. Ладно, большое спасибо, пишите в комментариях, на что вы хотите увидеть доставку. В следующий раз, на что вы хотите увидеть обзор. И, само собой, ставьте пальцы вверх, если вам было это хоть чем-то интересно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok